Об этой профессии сняты десятки фильмов, написаны сотни книг. Многие, кто с детства грезил профессией врач, на деле сталкиваются с тяжелой интеллектуальной, эмоциональной и физической работой. Быть сильным человеком и любить свое дело. Быть готовым получать новые знания и благодаря им ставить пациентов на ноги. Именно таким должен быть хороший врач. Этим старшеклассникам еще предстоит выбрать свое будущее. Уроки профориентации должны им в этом помочь. Есть работа, есть хобби. Вот если вы хотите быть хорошим врачом, значит ваша работа должна стать вашим пользователем. То есть это вся жизнь. Кардиология – одна из самых объемных отраслей медицинской науки. От правильного и своевременного лечения главного органа человека зачастую зависит жизнь пациента. А значит, будущим врачам нужно быть готовыми принимать быстрые и правильные решения. Еще одно отделение со сложными пациентами – неврология. Здесь лечатся после инсульта. Экскурсию по отделению провел заведующий Алексей Сидоров. Здесь у нас процедурный кабинет. Можно сказать, сердце в нашем отделении, где хранят препараты лекарственные и тодичь. Школьники смогли узнать, где лучше всего обучиться этой специальности, какие льготы можно получить, работая в центре. И главное, как стать хорошим доктором. Очень сложная специальность. Он должен быть готов отдать все этой специальности. Нельзя здесь просто учиться спустя рукава. Ходить на занятия, сдавать зачеты. Ты не получишь знаний тех, которые необходимы. Нужна и практика, и теоретические знания. Если ты не готов к этому отдавать все силы, то лучше в специальность медицины не идти. Сложности не испугалась Александра Рыбикова. Одиннадцатиклассница как раз выбирает между кардиологией и нейрохирургией. Экскурсия по клиническому центру на шаг приблизила школьницу к осуществлению мечты. Желание не пропало. Вообще это была мечта с детства. Всегда всех спрашивали, кем хочешь быть. Кто-то там принцессой, президентом. Была одна мечта быть врачом. Уроки профориентации в клиническом центре охраны здоровья шахтеров проходят с учениками восьмых-одиннадцатых классов всех школ города. И возобновятся после того, как будет снят карантин. Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.